Доброе утро! Не знаю даже с чего начать. Давайте расскажите о вашем питомнике и вообще о профессии заводчика. В чем ваша деятельность заключается? Питомник – это реально хобби. Это не профессия, хотя работать и учиться приходится очень много. Наш питомник создан уже почти 10 лет назад. Мы были первыми в Рязани, кто занялся породой мейн-кунов. И несколько лет назад мы начали заниматься еще породой норвежская лесная. Расскажите чуть подробнее о породе мейн-кун. Почему захотелось вам в свое время работать именно с ней? И вот об этом активном парне, который у вас сидит. История создания питомника, точнее появления у нас первого мейн-куна в доме, она достаточно трагичная. У нас погибли два кота примерно в одно и то же время. Один из них погиб в лесу, когда мы были в походе на байдарках. И была такая мысль, что если мы будем заводить породу, то она должна быть большая, сильная, вплоть до того, что даже страшная. На самом деле, когда мы определились с породой, и у нас появились первые мейн-куны. А первым мейн-куном по-прежнему с нами. Ему вот сейчас в ноябре исполняется 12 лет. Дома мы его зовем Дракоша. Самое страшное, что мы предполагали, что будет у животных, это их дикий взгляд, так называемый, вайдлук. А остальное – это кошки. Они ведут себя как кошки, просто они большие и сильные. Конкретно вот этот котик, ему 3 года. Суровая кличка его – панцерваген, броневик. Оно только в паспорте, потому что дома и все наши друзья, допустим, даже и на выставках, все его знают как пончика. Если можно, несколько слов об особенностях породы. Помимо размера, это еще, наверное, особенная форма мордочки, ушей. У каждой породы существует описание ее, стандарт так называемый. Вот мейн-куны, у них в стандарте больше всего внимания уделяется именно голове. Вы правильно сказали, это самые такие характерные признаки. Это черты, можно сказать, даже лица, построенные на прямоугольниках. Это вот коробочка прямоугольная, квадратная. Мы как заводчики стараемся отбирать для работы, для дальнейшей именно кошек, котов, которые бы давали породистую голову, как это называется. Чтобы все эти линии, которые прописаны в этом стандарте, они улучшались, сохранялись. Чтобы уши красиво стояли, чтобы они были достаточно большие. Кисточки, которыми хвалятся очень многие мейн-куны, они в породе, в стандарте прописаны как желательные. То есть это не обязательно атрибут. Но они очень здорово, конечно, украшают мейн-кунов. А что касается характера представителей этой породы? Характеры у них очень ровные. Они очень хорошо относятся к тем, кто благосклонен к ним. Например, мейн-кун, приехавший в новый дом, если с ним обращаются спокойно, ласково, он точно так же будет разговаривать и общаться с людьми, с другими кошками, с собаками. Если собаки воспринимают адекватно котов рядом с собой, они будут с ними находить общий язык, играть с большим удовольствием. Им обязательно нужна компания. Красавица, которая сейчас у меня на коленях сидит, это представительница другой породы. Да, для нас она новая порода. Мы в Рязани единственные, кто ею занимается. Норвежская лесная порода вообще в России пока еще очень редкая. Даже не на каждой выставке можно увидеть представителей этой породы. Она пришла реально из Норвегии. Она полностью сложилась именно там. Все ее черты, особенности. И всего лишь, можно сказать, несколько десятков лет назад они только-только начали оттуда распространяться в Европу. И совсем недавно, это уже, ну скажем так, ну может лет 10 назад, они появились в России, появились первые питомники. Их сейчас пока очень мало. Ну вот чем вас привлекла эта порода? Почему опять же решили добавить, да, вот к мейн-кунам еще и этих кошек? Ну, скажем так, у них другие черты лица, скажем так, да. А краса очень похожа, то есть для нас она привычна, но достаточно случайно тоже у нас она появилась. Сначала одна девочка, которой, ну мы решили попробовать, посмотреть, как они двигаются, как они живут с другими кошками, как они в быту. И потом постепенно мы пришли к решению, что нужно этой породой заниматься действительно серьезно, потому что они очень интересные. Вот могу привести такой пример, что если мейн-куна можно предсказать, то есть если он пытается как-то поступить, да, движение, какое-то вот действие должно быть, то есть его можно вычислить, угадать, допустим, куда он направился, поставил ему руку перед мордой, и он остановится или отвернет. Норвегу руку подставишь, он ее легко обойдет. Они, Норвеги, очень хитрые, они гораздо интенсивнее двигаются, большая вариантность поведения. Они интересны вот с точки зрения поведения, не только вот внешне. Ну и, соответственно, значит, есть разница не только по чертам лица, по шерсти, много отличий, на самом деле, когда начинаешь к ним присматриваться. В чем вообще главная прелесть вашего хобби? Какие эмоции вам дарят эти чудесные животные? И, может быть, почему вы посоветовали бы завести какого-нибудь такого мяукающего пушистика? Ну, я бы разделил этот вопрос на два. Дело в том, что посоветовать завести кошку, это можно любому человеку, даже если он кошек не любит, можно создать такую, или может создаться сама такая ситуация, когда он благовсклонно сначала к ним будет относиться, а когда он привыкает к какой-то кошке, она становится для него членом семьи, другом. И, собственно, это даже не обязательно относится к какой-то конкретной породе. Ну, вот определенные черты характера вот этих двух пород, они нам с супругой импонируют, поэтому мы именно этими породами занимаемся. А вот с точки зрения заводчика, почему мы стали заниматься именно породистыми животными? У нас выросли дети, у них свои интересы, свои семьи, и нам, с одной стороны, нужно было заполнить как бы вот недостаток общения, кроме общения друг с другом и друзьями близкими, да. Дети ушли, мы заменяем их сначала первыми нашими животными, а потом это как снежный ком начинает нарастать. И у нас появляются не просто друзья, их становятся десятки и сотни. Вплоть до, значит, уже приходит такой момент, когда мы создали клуб в Рязани, еще один любителей кошек. Этот клуб «Алиса Бест», он уже достаточно известен и в городе, и в России. И мы, у нас члены клуба от Санкт-Петербурга до Владивостока в нашем клубе. Мы регулярно проводим свои собрания, обсуждения, друг другу помогаем, выставки регулярно проводим. Вот ближайшая выставка у нас, например, 12-13 ноября. Борис, спасибо вам огромное, что вы сегодня к нам пришли, подарили, наверное, всему коллективу нашей телекомпании большое количество положительных эмоций. Мы желаем вам удачи в вашей деятельности, здоровью вашим питомцам, и надеемся, еще не раз с вами увидимся. Спасибо большое вам. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»